Всем здравствуйте! Большое спасибо, что присоединились к сегодняшнему онлайн-тренингу. Я хотела бы в первую очередь поблагодарить компанию Chevron за то, что проводите данное мероприятие, а также всем организаторам этого проекта «Караван знаний». Я очень ценю ваши общие усилия по продвижению инклюзивного образования. И всем участникам также большое спасибо. Надеюсь, что этот семинар будет для вас полезным, особенно в преддверии начала нового учебного года и для детей с особенностями в развитии в эти непростые времена. Программа на сегодня включает в себя то, что я начну с того, что расскажу немножко о себе, о своем личном опыте с дистанционным обучением и поделюсь некоторыми стратегиями, которые могут быть полезны для применения в классе, когда мы говорим о контексте онлайн-обучения, как сделать онлайн-преподавание более инклюзивным. И немного поговорим об оценивании учеников с особенностями в развитии, как это выглядит здесь в США и некоторых инструментах, которые мы используем для оценивания здесь. Говоря о себе, меня зовут Стефани Гейнер. Я являюсь специальным преподавателем или спецпедагогом в средней школе Сент-Энтони последние семь лет. Наша школа является государственной. Она находится в городе Миннеаполис, штат Миннесота, США. Вы видите эту область, выделенная красным цветом на карте. Как меня пригласили поучаствовать в данной презентации, я познакомилась с Камилой Рулан через программу Americans with Disabilities. Это программа в сфере инклюзивного образования в США несколько лет назад. И в рамках этой программы она могла поработать в нашей школе инклюзивной, увидеть, как все работает изнутри. И также мне в дальнейшем удалось посетить Казахстан на две недели. И сейчас я вам покажу некоторые фотографии. В период моего пребывания нам удалось посетить ряд школ, ресурсных центров, некоторые различные университеты, высшие учебные заведения. Было очень приятно увидеть, познакомиться с замечательными педагогами и школьными лидерами в Казахстане, которые продвигают инклюзивное образование. Я была очень удивлена тем, насколько много усилий сейчас вкладывается в Казахстане, в частности в Астане, когда мы были именно в развитии инклюзивного образования. И было очень здорово поделиться своей информацией, своим опытом о преподавании детям с особенностями в развитии в США и поработать вместе с некоторыми специалистами в Казахстане. Говоря о моем личном обучении с дистанционным преподаванием, у меня здесь есть ряд ресурсов, с которыми, думаю, вам поделится после презентации. Из тех вещей, которые мне помогают в ведении онлайн-преподавания, это, например, иметь четкое расписание, которое мы делимся с преподавателями, с преподавателями, с учениками, с родителями, чтобы все могли отслеживать. У нас после того, как дистанционное обучение началось, после пары недель мы собрали обратную связь о том, насколько ученики, родители довольны материалом, и что мы могли бы поменять, и что каждый день мы можем включать предметно в наше преподавание. Получается, мы создали такой документ предметный. Ученики могут видеть, смотря в каком классе они учатся, что у них будет по программе, какие требования, какие у нас ожидания, и иметь вот такой общий обзор того, что люди должны делать каждый день, какие у нас ответственности, было очень полезно. Так, а у нас также требуется создавать индивидуальный образовательный план для всех учеников с особенностями в развитии. Мы создавали его благодаря посредствам общения с родителями, с учениками, опять же, чтобы у всех было согласие, общий взгляд. Мы обсуждали те темы, навыки, на которых мы бы фокусировались, каким образом мы бы раздавали материалы для того, чтобы убедиться, что у каждого ученика есть доступ к онлайн-технологиям. И это было адаптированной версией нашего обычного индивидуального плана обучения. Но просто мы его адаптировали к дистанционному обучению. И мы до сих пор работаем над проработкой наших, постановкой наших целей, и сдачи навыков, которые наши ученики должны... Какими навыками они должны овладеть, когда мы говорим об онлайн-обучении, и какой прогресс мы хотим видеть в течение последующего года. Вот это пример того, как мы структурировали наш индивидуальный план, и его мы составляли под каждого ученика. Далее я еще поговорю о структурных ежедневных планах, о том, какие стратегии можно использовать, и как эти планы выглядят как для преподавателей, так и для учеников. Так как я уже говорила, что очень важно иметь четкие ожидания, чего мы пытаемся достичь каждый день. Так вот здесь сейчас хотела бы вам показать очень полезную схему, как наши преподаватели работают с учениками, особенно на континууме от учеников, которые более независимы, до тех учеников, которым нужно больше поддержки. И здесь мы можем использовать эту матрицу для определения уровня поддержки, в которых ученики нуждаются в процессе онлайн-обучения. Этот документ, в частности, показывает роль ассистента преподавателя или тьютера в поддержке учеников с особенностями в развитии. Здесь мы показали несколько сфер потребностей или навыков учеников и градацию от более низких потребностей к более высоким потребностям. И эта таблица полезна для преподавателей, чтобы всем видеть, так как различные специалисты работают с одним учеником, все могут видеть, какие навыки требуют более интенсивной работы, какие навыки у ученика уже очень хорошо развиты. И это очень полезный инструмент для нас. И, конечно, очень полезным подходом, стратегией для многих учителей, в том числе и меня, была возможность делиться материалами друг с другом. Например, учителя, которые работают с одним учеником, делятся друг с другом материалом. Либо учителя одного предмета могут скричаться и делиться различными материалами. Либо даже учителя, которые работают с одним классом, даже если у них разные предметы. Например, учителя, которые преподают науки, физика, химия, они также могут скричаться и делиться материалом, чтобы использовать аналогичные подходы, материалы. И тогда наши ученики, они знакомы с подходами, с материалами, с инструментами, которые учителя используют. Нет такого диссонанса. И вообще возможность поделиться теми вещами, которые сработали, и теми заданиями, которые не сработали. То есть это такая постоянная обратная связь между учителями, которая улучшает общее качество онлайн-преподавания. Нам очень повезло, что у нас есть так называемые коучи по учебной программе. Это те люди, которые могут подбирать материалы для наших учителей и советовать. И вот они, например, создали даже такую таблицу различных материалов с различными ссылками на видеоупражнения касательно того, как можно проводить урок, как можно проводить онлайн-оценивание. И этими материалами, я думаю, с вами также поделятся после этой лекции. Конечно, многие из этих материалов, они на английском языке. Не знаю, будет ли у вас возможность изучить их, но в целом эти материалы я бы вам советовала посмотреть, поизучать. Может быть, вам кто-то поможет с этими материалами разобраться. Это очень полезные ресурсы. Мы получили некоторую обратную связь от родителей в конце учебного года. Наши родители в целом очень вовлечены в обучение своих детей. Среди основных советов по онлайн-обучению в следующем предстоящем учебном году было, во-первых, включить больше уроков, которые проводятся онлайн в режиме реального времени, а также заранее записанных лекций, чтобы можно было пересмотреть. Во-вторых, конечно, родители хотели, чтобы было больше возможностей для учеников друг с другом взаимодействовать и все-таки общаться. Например, мы можем разделять учеников на небольшие группы. Каждой группе прикрепляем для поддержки учителя либо тьютера, и ученики могут встречаться в режиме онлайн, например, в Google Hangouts, либо даже в оффлайн-режиме, если это для них безопасно в небольших группах. Это как раз связано с последним пунктом, который я на слайде указала. Дать всемям возможность иметь, так скажем, гибридные модели обучения, чтобы часть времени, конечно, ученики могли все-таки взаимодействовать друг с другом лицом к лицу, хотя мы понимаем, что онлайн-обучение это будет основным форматом работы в следующем академическом году. Так, теперь перейдем к некоторым стратегиям по инклюзивному обучению онлайн. Надеюсь, для вас некоторые из них могут также быть актуальными. Я думаю, одной из центральных тем является тема доступности. Например, когда мы говорим об общении с семьями, с родителями, необходимо, конечно, быть гибкими, чтобы находить подходы к коммуникации, к общению с семьями. Например, когда мы прописываем индивидуальный план обучения, который я вам ранее показывала, там мы можем прямо указать, какой тип контакта лучше использовать для того, чтобы с определенной семьей пообщаться. То, что некоторые семьи и родители предпочитают имейл, для некоторых лучше отправить сообщение на телефон, кто-то предпочитает использовать, может быть, даже онлайн-обучающие платформы, например, Google Classroom. И чтобы избежать такой ситуации, когда разные преподаватели, разные услугодатели пытаются с одними и теми же родителями выйти на связь, используя разные типы коммуникации, тогда получаются очень нескоординированные действия. Мы все-таки это прописываем в индивидуальном плане обучения, стараемся быть гибкими в этом. Следующая стратегия – это всегда брать обратный отзыв от родителей, потому что зачастую они, сидя дома, видят лучше, как ученик взаимодействует с обучением онлайн. Мы понимаем, что онлайн преподавание имеет свои трудности, поэтому посредством звонков или опросников мы собираем обратную связь от родителей. Также, как я уже ранее говорила, полезной стратегией является записывать видео, записывать, например, уроки, либо видео, где мы рассказываем о стратегиях к обучению, чтобы ученик мог своим темпом, контролируя темп видео, смотреть эту лекцию или урок, ставить на паузу, писать конспекты. Поэтому мы, учителя, очень часто записываем свои видео, мы можем сохранять их на YouTube и потом делиться ссылкой с учениками, либо используем разные платформы, например, Screen on My Tech. Говоря про YouTube, есть ссылка, так называемый Safe YouTube или Безопасный YouTube. Через эту ссылку можно грузить свои видео, это тот же самый YouTube, но там намного меньше объем рекламы. Некоторые учителя используют Google Meets и Zoom, например, в начале урока, чтобы задать правильный тон, объяснить задание, а дальше ученики сами независимо могут это задание выполнять и потом сдают свою работу на различные открытые платформы, открытые для других преподавателей, чтобы преподаватели могли дальше эту работу оценить. То есть это либо общий преподаватель, предметный учитель, либо это может быть спецпедагог, который будет оценивать данную работу. И в конце нашего семинара я еще поговорю о различных методах оценивания работы учеников с особенностями развития. Последняя ссылка, которую я здесь указала, это ссылка на составление планов урока, то есть это такой скелет для того, чтобы составлять урочные планы. В начале файла здесь есть такие небольшие напоминалки для учителей, например, дозируйте информацию понемногу, проявляйте гибкость, давайте различные варианты, опции вашим ученикам. Но в целом вот эта структура очень полезна для выстраивания своего урока, потому что она задает некоторые направляющие вопросы учителям касательно того, какая поддержка необходима ученику, какие ресурсы могут понадобиться, как обеспечить доступ к этим ресурсам, чтобы процесс обучения был более инклюзивным. Я также использую ряд стратегий, потому что помогает направлять учеников в их обучение, потому что очень много независимой работы они должны проводить. И, например, они могут смотреть расписание свое на неделю, чтобы знать, что им нужно ожидать по их учебе на предстоящую неделю. А также есть ежедневные чек-листы. Например, в верхнем левом углу находится такая здесь доска моего выбора или доска моих опций, и ученики, ребята, могут выбрать, скажем, два-три варианта того, что они сегодня будут делать. Здесь различные задания, например, выполнить какой-то урок или, например, сделать уборку. То есть различные задания, которые они ежедневно должны выполнять, и они имеют выбор из различных опций на каждый день. Также родители могут использовать расписание ежедневное для учеников, чтобы структурировать их день, потому что, когда они в школе, день у них обычно структурирован, и когда дома, иногда возникают трудности с тем, чтобы выстраивать структуру дня ученика. Снизу на этом слайде мы видим таблицу, которую больше используют уже педагоги и учителя. Это небольшой кусочек из индивидуального плана обучения. Здесь указаны цели попредметно, и сколько минут по каждому предмету мы ожидаем, что ученик будет заниматься. Мы разделяем все это по дням. На каждый день мы указываем по каждому предмету, какие у нас цели и какие материалы будем использовать для преподавания. Также можем включать различные ссылки на эти задания на каждый день, чтобы структурировать обучение. Среди некоторых других стратегий, для того, чтобы обеспечить инклюзивность процесса обучения, и чтобы у всех учителей было общее видение целей и ожиданий, мы проводим еженедельные встречи учителей, где мы делимся прогрессом и трудностями, и мы даем друг другу различные советы по тому, чтобы сделать обучение более понятным для учеников. Например, если у нас идет презентация, и мы используем слайд-шоу в этой презентации, то прямо на слайд-шоу можно использовать различные визуальные подсказки, чтобы дать ученикам понять, какие от них ожидания. Например, если они должны сейчас сказать что-то вслух, прочитать их вслух, то мы можем ставить маленькую иконку уха либо иконку звука, и тогда ученик будет понимать, что от него требуется вербальное участие. Потому что очень важно, чтобы ученик не просто пассивно слушал материал, а мог участвовать вживую, чтобы компенсировать то, что процесс идет онлайн, а не в классе лицом к лицу. Например, вот здесь снизу есть такое изображение, это тоже доска выбора, когда учитель предлагает ученику различные выборы по какой заданию ученик может выполнить. Например, ученик может высказать свое личное мнение, и здесь есть различные визуальные подсказки, чтобы помочь ученику понять, что от него требуется. Также есть подсказки, чтобы наводить ученика в правильное русло мышления. Например, если ученик должен рассказать или написать с своей точки зрения, то мы задаем различные здесь вопросы, чтобы навести его. Если мы просим ученика написать какое-то эссе, то, например, здесь вот в колонке под номером 9 мы даем начало предложения, чтобы ученик мог использовать начало и дальше саму продолжить. То есть даем такие небольшие подсказки, чтобы облегчить работу ученикам, особенно с более высокими потребностями. Также хотела поделиться некоторыми материалами для тех, кто работает с учениками на спектре аутизма. Мы, например, очень часто используем социальные истории, чтобы помочь ученикам выстроить понимание каких-то социальных ситуаций или изменений, которые с ними происходят, когда мы переходим на онлайн-обучение. Для учеников с аутизмом этот переход может быть очень сложным. И, например, в социальной истории, одна из наших социальных историй, которую мы используем для учеников в начальной школе, это вот показать такие изображения, что кое-какие изменения происходят в школе. Мы говорим с ними о том, что такое коронавирус, его картинками показываем. Показываем, что кое-какие вещи у них в жизни изменились. Например, люди более сильно взволнованные, нынешней ситуацией. И мы рассказываем здесь, например, чего можно ожидать от этой ситуации с коронавирусом и даем некоторые советы, что ученикам можно делать в данной ситуации. То есть мы пытаемся выстраивать все-таки с учениками такую открытую коммуникацию. Следующий ресурс, который посоветовал нам один из наших специалистов по работе детьми с аутизмом, находится в данной ссылке. Это, конечно, на английском языке. Надеюсь, что для вас переведут на русский язык. Здесь тоже ряд стратегий, которые можно использовать для того, чтобы преподавать детям с раз в период такой, как коронавирус, то есть в период неопределенности. Некоторые ученики с аутизмом и среднего семинара, то есть средней школы, им нравится проводить онлайн-экскурсии. То есть они сами ведут такие экскурсии, например, в ботанические сады, либо куда-то, куда они ходили, у них есть фотографии, и они показывают такую виртуальную экскурсию, тем самым это помогает им оставаться на связи со своими связниками и продолжать улучшать свои навыки в коммуникации. И, конечно, для нас, как для педагогов, очень важно те элементы преподавания, которые мы практиковали в оффлайне, перенести в онлайн. Например, создать какую-то систему поощрений для учеников. И здесь могут помочь родители давать эти поощрения на дому, например, вербальные поощрения. И переходим к последней секции, секция оценивания. Когда я два года назад давала семинар в Астане, я подготовила такие материалы, чтобы разделять типы поддержки, которые мы можем оказывать ученикам с особенностями развития, с особыми потребностями в классе. И мы это условно разделили на учебные адаптации и модификации. Говоря о адаптациях, мы говорим о том, как ученик обучается, например, увеличить время, которое мы даем ученику на выполнение какого-либо задания. Либо мы изменяем среду для ученика, то ли ученик это делает сам, то ли в группе людей. То есть мы говорим о том, как ученик обучается, адаптируем, как модификации, они больше используют для учеников с особенностями интеллектуального развития. То есть мы говорим здесь об изменениях того, что ученик изучает. То есть мы вводим какие-то альтернативы в программу обучения. Например, мы можем изменять стандарты для обучения, в том числе стандарты для оценивания. Например, меньше даем вопросов, либо мы занижаем градацию для оценивания. Например, то, что четверка для ученика без особые потребности, это уже может быть пятерка для ученика с особыми потребностями, если мы таким образом изменили шкалу оценивания. Если говорить в целом, то ученики с особенностями в развитии посвящают те же уроки классу, что ученики без так называемых особых потребностей, но при этом у учеников с особыми потребностями есть доступ к дополнительным адаптациям, которые мы прописываем в индивидуальном плане обучения. Каким образом это делать, это наши спецпедагоги и каждые три года проводят комплексное оценивание для того, чтобы выявить актуальные нужды ученика по каждому предмету. И, например, здесь есть небольшая схема, где мы изобразили континиум того, насколько ученик независим, либо более высокие потребности имеет, и тогда уже нуждается в модификации особенностей ученик с особенностями интеллектуального или умственного развития. Так, далее оценивание учеников с особенностями в развитии, говоря о некоторых практиках, которые мы используем. Я уже говорила немного ранее о тестировании, которое проводится для наших учеников с особенностями в развитии, и при этом, помимо этого тестирования комплексного, еще ежегодное оценивание индивидуального плана обучения, чтобы определить прогресс учеников и актуальные потребности, и чтобы мы могли адекватные услуги предложить ученику. И, конечно, каждому ученику мы не даем одно и то же, то есть каждая ситуация уникальна, и мы смотрим на индивидуальные, уникальные потребности, в том числе и ресурсы, и какие-то материалы, которые мы используем, они тоже очень индивидуализированы. И вот на изображение здесь мы попытались схематично вам именно это и передать, показать. И в конце концов, если поговорить о некоторых инструментах оценивания, которые мы используем в нашей практике, для оценивания, освоения навыка до независимого уровня, то есть когда ученик может независимо выполнять задания, мы мониторим прогресс еженедельно, то есть проводим такие еженедельные небольшие оценивания, и далее мы проводим такие более формальные оценивания, уже среднесрочные, бенчмарки мы называем в начале, в середине и в конце года, чтобы оценить, насколько в сравнении с стандартом этого уровня, этого класса, скажем, 5-6 класса у ученика, развитые его или ее навыки. И мы также проводим ежегодное оценивание в конце года согласно тем целям, которые мы прописываем в плане обучения. То есть у нас есть определенные цели, и они могут для различных учеников различаться, поэтому есть какая-то индивидуализация шкалы оценивания, но это помогает нам справедливо оценить прогресс ученика. Получается, мы проводим еженедельные, среднесрочные и ежегодичные оценивания, и в определении уровня ученика нам помогает зачастую школьный психолог в том числе. Некоторые из опций для онлайн-оценивания я вот здесь перечислила во втором пункте. Куиз, VoiceThread, Kahoot, SleepGrid. Многие из них используются даже для самооценивания ученика, где ученик может сам себя оценить и в таком интересном формате неформально провести самооценивание. И мы вообще ученикам позволяем, например, записывать видео, где они говорят о своем личном прогрессе. Это помогает им разнообразить процесс своего онлайн-обучения. И что ж, на этом я заканчиваю свою презентацию. Еще раз хотелось бы поблагодарить компанию Chevron, организаторов данного проекта. Я очень рада быть частью этого проекта. Очень рада знать о том, как много работы вы проводите для продвижения инклюзивного образования. Пожалуйста, задавайте свои вопросы или связывайтесь с организаторами, чтобы связаться со мной, получить больше ресурсов. Вы можете пустить свои вопросы в форуме. Я надеюсь, для вас это было полезным. Редактор субтитров А.Семкин